Вы в прямом эфире. Я в прямом эфире. Мне интересно, он не зависает или нет? Кто? Хай, хай. Ездила сегодня себе нижнее белье покупать. Я, блядь, столько померила, что аж устала, народ. Привет, Киева, привет. Привет, мои пупщики золотые. У меня, может, телефон сядет? Я вышла ненадолго к вам. Боже, сколько вас. Вы чего в пятницу не ходите, не гуляете? Письками не трясете, мужиков не совращаете, а? Персики мои. Что же вы такие домашние? Ладно, я устала. Вам еще рано уставать. Я вот думаю, блядь, как люди по трое детей имеют. Они не охуевают, блядь. Так, кто меня просит? Ой, какие-то... Ой, сейчас, блин, эти будут дрочить на меня. Рома, желудь в прямом эфире. Ромочка, привет. Я вижу тебя, что ты в эфире. Ты чего, блин? Не идешь сегодня клубиться? Холодно, блядь, пиздец. Давление падает на рот. У меня сегодня что-то оно упало. Я еле ноги домой притащила. На машине-то я нормально доехала, но еле поднялась. У меня еще кофемашина сломалась. Девочки, я вас умоляю, уйдите, пожалуйста, от меня. Мы сейчас пойдем. Я знаю, что скоро вас кормить надо. Уже голодные сидят. Я в топы вошла. Ничего себе. Дай мне срочно зарядку, пожалуйста. Я после ринопластики дома лежу. Ну, после ринопластики, да. Сейчас холодно, нос нельзя на улицу выносить. Потому что у меня колет. У меня до сих пор после ринопластики нос. А вот он у меня замерзает. У меня прям как иголочки в носу. Красотка. Спасибо, мои порубки. О, сделала носик у Камалова очень довольна, да. Но на самом деле, я когда сняла гипс, а я Ильдара Камалова, он очень хороший дядька. Мне он очень нравится. Такой очень добрый. Такой вообще прям любите меня. Я люблю таких врачей. Я смотрю, а я, блядь, думаю, порося, думаю, ёб твою мать, думаю, что я наделала. А тот, кто смотрит на меня, у меня глаза, я думаю, ну пиздец, думаю, так и буду ходить. На самом деле, очень классно. Нос, он именно лег, как он должен был. Он не отделяется от меня. А Камалова очень круто делает, потому что иногда люди делают носы, нос отдельно, человек отдельно. Это очень неправильно. Это как сиськи. Сиськи отдельно, человек отдельно. Всё должно быть очень гармонично. Он в этом плане молодец. Он, и по мне, не видно, что у меня нос сделан. Ну, даже, ну, как бы мы понимаем друг друга, у кого носы сделаны. А кто вообще там, ну, не знает, он и не поймёт, что сделан у меня нос. Я специально делала так, чтобы мне не ходили и не тыкали. Ой, у тебя нос сделан. Вот я, например, смотрю, у меня у подружки был курносый нос, а она себе, наоборот, сделала острый. Я её так ругала. Говорю, зачем ты трогала? Она модель такая серьёзная. И она, когда нос сделала, она старше начала выглядеть, представляете? Маш, как избавляться от плохого настроения? Идти, жрать сладкое, покупать себе что-то, ходить в театр, развлекаться с подругой, есть всякие вкусняшки. На самом, девочки, девочки, мы девочки, и сладкое нам очень сильно поднимает настроение. И когда вы получаете гормон радости, а гормон радости можно получить через еду. И, конечно, через шопинг. К сожалению, это только одни такие есть моменты. Если нет денег, то, блядь, это уже очень сложно. Тогда надо идти в KFC жрать жирненькое такое, потом мороженком закусить, и нормально будет. Спортзал тоже поднимает настроение. Я смотрю, очень много моих девочек у Камалова сделали нос, кстати. Нравится моя прямолинейность? Это вам нравится, а людям, которые со мной общаются, не очень нравится. Такое. Продолжение следует... Слушайте, на самом деле, я вам объясню, у меня организм по поводу скул, контура. На самом деле у меня baby face лицо. До и после кто-то мне написал, что типа было сначала аккуратно. Девочки, высылайте фотографии. Да, действительно, очень многие врачи делают хорошо носы, а через два года они вниз опускаются, как сопля вот здесь повисает. Мне, блядь, вообще это очень сильно страшно. И, в принципе, я поэтому просила, чтобы мне сильно задирали нос, как у поросенка. Вверх я говорю, тяните вверх. И, ну, в принципе, я смотрю, что в Дагестане, в Махачкале все делают, ну, хорошо. Ну, не знаю, я не буду за всех ручаться, давай, если так. Но, в принципе, там много хороших хирургов. Камалов, он очень много за границей учится. Я знаю, что он говна не сделает, потому что у меня мой друг, хирург, его очень хвалит. Ну, они вдвоем работают часто. Про какие наркотики? Я не употребляю наркотики. Вы ебанули, что ли? У меня столько наркоза, что... Еще мне еще наркотики употребляют, чтобы я там на операционном столе, блядь, кони отодвинула. А, про контуры. У меня бэби фейс, и мне только можно вот эти яблочки делать, вот эти яблочки. Вот, а он джелиный джели, у него более сексуальная и агрессивная внешность. Мне не пойдет контуры лица, очень четкие вот эти углы. Я, ну, я совершенно другой типаж, и надо это понимать. И, в принципе, мне не нравится гель. Он у меня по лицу катается, он у меня очень часто падал в лице, при том, что мне кололи всегда хорошие косметологи. И у меня единственный мне гель подошел, это префекта, который идет уже после 40 лет бабам. И он у меня единственный очень круто стоит в лице. и то, и израильский мне понравился гель. Я очень вредная, я очень капризная в этом плане по контуру лица. Мне нравится на людях, но на себе нет. Ну, я и в кадре работаю, и лицо, если будет сильно обколото, я могу вечером попить воды, у меня будет сильно отекать лицо. Ну, представляете, вы идете в кадр, буханули, не дай бог. На следующий день съемочки. Я же не буду, блядь, льдом прикладываться, рожу в морозилку засовывать. Нет, это сложно, во-первых, это без вариантов. Не люблю. Я люблю плазма-лайнер, плазма-лифтинг, то, что именно на кожу. Будь здоров. Сейчас не чихнешь. Я знала. Какое, блядь, мягкое когти. Тесто, вы, блядь, слышите, тоже сравнили бэби-фейс, блядь, с деревенским еблом, блядь. Бэби-фейс, это больше, которые похожи, девочки, на куклу Барби. Чего вы сравнились вот такой будкой здоровой с лицом луной, блядь, вы тоже такое мне даете, говорите. В бэби-фейсе, это когда есть вот эти яблочки. И худое лицо. А не квадратное, понимаете. Вот на круглом блине как раз делают вот эти, вот эти моменты. Тоже сравнили у меня, я вообще своим лицом очень горжусь, оно у меня очень аристократическое и худое. Мне не надо было ни как кибиша, ничего делать. А у кого репа такая здоровая, это видно. Я вообще как, вообще определит мужчина, женщина, кто из какого рода. Все равно вот эти щекастые, мордатые, это ближе уже к таким, ну только не обижайтесь на меня, круглолицые, они ближе к этим, как я забыла сказать, как это называется. Ну к людям, которые там работали, они были крестьянами. И это все по лицу очень хорошо определить. Скуластые, такие здоровые, мышцы у них развиты. Это же все генетически передается. Вы видели, что я была вот такая, вообще. Ой, блядь, вы столько пишете, я потом все равно, блядь, половину, блядь, заблокирую людей. Маша круглая. Это вы, блядь, круглые. А Маша охуенная. Круглые. Слушайте, да вы посмотрите в молодости на этих императриц. У всех были худые, вытянутые лица. Потом они жрали и были здоровые такие, блядь. Че вы мне несете, блядь? Идите историю посмотрите, картины посмотрите. Какие они в молодости, а потом у них рожи трескаются. Они жрали, бухали, блядь. Они по 100 килограмм, блядь, весили. По 120. Вы тоже в 120 килограмм, тоже ряха у худой любой будет, понимаете? А посмотрите на них в молодости. Посмотрите на шею декольте и на запястье. Запястье. Запомните, у кого очень тонкие запястья и щиколотки, это уже признак определенного уровня и рода людей, понимаете? А вы говорите за щекастость. Вы историю смотрели. Вы в чем-то соображаете. Вы пиздите. У вас у всех три класса образования у многих. Кто меня комментирует, у них точно три класса образования. Что вы мне пишете? Что вы меня бесите? У меня в лице никогда не было ли политиков? Я никогда не колола в лицо ли политики? Мне они зачем? Да, я плохо вижу. Видите, у меня есть такие мои комментаторы, которые уже знают, что Машенька плохо видит, и ей пиши, не пиши, она ее периодически не читает. А ты сколько весишь? Я вам потом скажу, сколько я вешу. Мне просто... Просто у меня есть для вас очень маленький секрет. Я не буду вам рассказывать его. Да худых не было. В том веке, на самом деле, вам кажется, что мужики любят худых. Худых баб, вот анорексичных, без признаков, там, сисек, жопы, любят латентные гомосексуалисты. Нормальный мужик, вот сколько я видела богатых нормальных мужиков, у них бабы все, блядь, такие в теле, они все равно едят. И бабы очень любят кобылистых. На самом деле, вы посмотрите, такие бабы, которые живут с богатыми мужиками, они прям кобылистые, здоровые. У них таз такой, они прям, чтобы они рожали. На самом деле, у мужиков на вот этом головном уровне, ну, как бы, это природой заложено. Если женщина упитана, румянец, там, сиськи, большие жопа, она может рожать. Это на бессознательном уровне. Да, худорба красива была. Но вы, если вспомните, что там была няня у какого-то французского короля, там, я не помню, в каком веке, и она была анорексично худой. Ну, она болела все время. И она совратила этого короля, ему то ли 13, то ли 16, они ебались. А ей под 40 это же было. И тогда велась во Францию, уже в России, вот эта мода на худорбу. Если вы посмотрите, сколько вообще писалось картин, и вообще, если женщина была худая, она считалась больной. Она, значит, не могла выносить. Ее не брали в жены, потому что голод, война, холод. Ну, она сдохнет быстрее всех. Если она сдохнет, то с кем останется потомство? И понятное дело, что они должны были быть крепкими в те времена, потому что они очень физически тяжело работали. Пупсики мои, я до хуя знаю. Если бы вы знали столько, сколько я знаю, вы бы охуели. У вас бы мозг тоже ехал. И я могу сказать, что, блядь, вы знаете, я всегда находила самых-самых пиздатых мужиков, когда весила 66-65 килограмм. Всегда. Вот я была дистрофичной, блядь. Вот не, я не знакомилась с такими крутыми мужиками, когда я была в теле, я прям реально ознакомилась. Вот прям, ну, не знаю, но это прет их, наверное, от меня. Ну, им нравится во мне это. Вот ни один мне не сказал, фу, ты жирная, ты целлюлитная. Все, все вот прям ляшечки, мои ляшечки, мои любимые булочки. Девочки, вы знаете, когда мужик вами восхищается, самое главное, мужик. Вот я же не лесбуха, чтобы быть, девочки, для вас красивой, понимаете? Я не имею ничего против лесбиянок, но я с бабами не трахаюсь, и поэтому я для них красивой не хочу быть. Я хочу быть красивой для мужчины, самой лучшей. А для вас я никогда не буду красивой, потому что многие будут мне все равно писать гадости. У меня будет чуть-чуть ноготь, блядь, не так подпилен. У меня чуть-чуть носик не такой, чуть-чуть асимметрию на лице вы увидите, и сразу скажете, что я вот, блин, вот такая вот некрасивая. Что вы мне пишите? У меня сейчас, кстати, Apple TV, блядь, появилась. Такая охуительная вещь. Вообще просто супер. О, боже, вы мне столько написали? Мужчины лысеют, потому что у них очень много тестостерона, и они становятся лысенькими. Лысенькие мужчины, это типа, ну многие, типа, бреются лысенькие. У меня папа вообще был, блядь, лысый, как цыган. Он 25 лет был лысый, просто пиздец. Моя мама всю жизнь боялась, что я, блядь, лысая буду из-за него. Слава Богу, дедушкины гены по голове погуляли, блядь. Да при чем здесь 42 килограмма, девушка, блядь? Извините меня, пожалуйста, мы говорим за тот век. Если вам комфортно в этом весе, на вас ведутся мужики на 42 килограмма, блядь, живите и отъебитесь от нас, которые весим 62 на 20 килограмм больше, чем вы. Просто отъебитесь от нас. 42 килограмма. А при чем здесь вы болеете, не болеете? Многие наркотики употребляют, бухают, не жрут. Может, ну не знаю, может, у вас глист 42 килограмма. Мы же не знаем. Мы же не стрели ваши анализы на яйца глист. Может, у вас там селитер живет. Вы такая худая, блядь, и на диетах не сидите. Ну что, у вас там куча глистов, блядь? На самом деле... Ну а что, девочки? Ну, блядь, ну... Я знаю, что куча наркоманов, которые говорят, мы все жрем, и мы не поправляемся, блядь. То, блядь, спиды хуярят, то, блядь, наркотики, то траву курят, блядь, нихуя не едят, то веганы какие-то. Не пиздите мне, когда вы говорите, что вы такие худые. Значит, вы бедные, тогда вам жрать нечего, блядь, доширак едите. Я не знаю, как можно при таком количестве вкусняшек быть сильно худым. Не знаю. На самом деле, правда, шоколадки, тортики, рыба, мясо, крабы, креветки, блин, да не поверю. Может, вам 15 лет, может, вы... Я тоже в 15 лет 42 килограмма весила. Так. Ой, слушайте, у меня есть настоящая подруга, и она должна приехать. Ой, вы знаете, столько мест новых появилось. Мы тут с Жанкой начали гулять. Заехали. Дружба нам понравилась. Ну, там такое клубное место. Потом мне нравится очень, как это называется, Магадан. Там такое вот весёлое. На самом деле, ну, я не люблю клубы, но рестораны чуть-чуть с клубной тематикой мне очень нравятся. Я люблю, чтобы там было весело, музыка живая играла. Я люблю вообще вот эти все движухи. Народ веселился. Я не люблю, чтобы были малолетки какие-то на пафосе. Я не люблю. Мне надо, чтобы были люди нормальные, вменяемые, жрали, пили, гуляли, веселились. Они вот не ходили, блин, там морды не кривили, там, по съёмным местам. Придут, блядь, бабы вот такие вот, знаете, мужики вот такие же. Не нравятся мне эти места. Блядь, с ёблами противозачаточными нахера мне надо. Девочки, ну, по поводу измены, это вам решать, прощать её, не прощать. Если вы можете своего мужика делить с другими, вы счастливая женщина. Если вы не сможете простить, вы не сможете с ним жить. Это вам только решать. Но самое главное, не искать, не быть следопытом, не искать, изменяет ли вам муж по кустам, либо нет. Интимная пластика охуенная. Я ещё не разжала, но я думаю, может меня сделать, как упор на звезды там всё, а? Ну, я вообще такой, знаете, я вообще на самом деле, народ, секс не люблю. Я сексуальная очень, всё, всё нормально. Но секс я, честно, не люблю, блядь, вот реально. Мне лучше там поделать, какой-то проект рассчитать. Я ёбнутая, на самом деле, баба. Чему-то научиться, подумать, алгоритмы, блядь, Инстаграма высчитать, понервничать по какому-то поводу. Там посмотреть про собачьих, которых убивают, поплакать. Ну, в общем-то, в принципе, у меня вот такие вот кайфы от жизни. Не доёбывайтесь по поводу моего веса, потому что я вас всех ненавижу. Вы начинаете меня доёбывать в комплексы меня вводить? Если я, блядь, каждому, кто меня комментирует, зайду на страницу, то я тоже в нём найду недостатки. Зачем вот писать людям другим недостатки, если вы пиздец под на самом деле, я клянусь вам. Девки мне такие красивые пишут, говорят, вы красавица, красотка. Я реально захожу, блядь, я думаю, ёб твою мать, надо же такой родиться быть. Ну, девки действительно красивые. А вот как, блядь, уродина, баба-яга, в тылу врага, блядь, или алкоголичка с деревенским еблом, так она меня вечно обострёт. Бэби-фейс – это круглое лицо, ёб твою мать. Колобка, блядь, сделали, блядь. Бэби-фейс – это кукла Барби, на самом деле, это лицо. Вы ещё колобка сделайте секс-символом, блядь, России. Либо Кащея Бессмертного. У вас, по-моему, два секс-символа. Каще Бессмертный и Колобок, блядь. И Баба-яга. Я так смотрю, все на русских сказках, блядь. Я уже на куклах Барби выросла, а некоторые, блядь, ещё на Колобках растут. Ты прощаешь измену? Мария не углубляется в измену, я вам скажу честно, девочки. Потому что я боюсь отрезать яйца, как сделала эта баба в этом. Я забыла. Баба, которая в Казахстане отрезала яйца, потом вызвала скорую. И потом ей впаяли условный срок и три с половиной тысячи рублей, блядь. Если за измену мужика три года дают условно и штраф всего лишь три с половиной тысячи рублей, бабы, надо подумать, сколько мужчин можно лишить, блядь, их достоинства. Разве три с половиной тысячи рублей отрезала яйца, блядь, сказала, что ты к порыве эффекта была, правильно? Заплатила три тысячи рублей, срок условно, потом можно его ещё за деньги подтереть, блядь. Но зато сколько кайфа, ты думаешь, ах ты скотина, блядь, живи теперь и мучайся. Всего лишь три с половиной тысячи рублей, и мужик, и мужик теперь не мужик. Ну, блядь, сейчас мужики будут бояться нас. Баба вообще, наверное, мне кажется, мне бабу на самом деле жалко, блядь. Ну, просто я не представляю, она отъездила, потом охуела от того, что она сделала. Но на самом деле в порыве эффекта можно всё что угодно сделать. Слушайте, ну на самом деле, девочки, ну, женщины, которые не хотят, чтобы им изменяли, и они, наверное, живут одни, вместе с кошками. Это прикол, конечно, но это факт жизни. Если вы боитесь измен, либо вам больно, понимаете, вы это рано или... А в жизнь это вы притягиваете говна, не надо. Просто вы должны не... Вы должны любить мужчину, а мужчина вас. И когда он охладеет, вы это почувствуете, ну, поймёте, уйдёте от него. А если вы по уши влюблены, это всё пиздец вам. Надо не любить. Надо быть любимой. Вот мой лозунг. Ну, баба, ну на самом деле, ну, вот если поколупаться в наших телефонах и мужских, можно найти всё что угодно, и есть до чего доебаться. Но на самом деле, или запомните, для меня я всегда предупреждаю. Две вещи в моей жизни. Это моё личное, это мой телефон и мой компьютер. Если кто-то в нём полазил и нашёл компромат на меня, и хочет со мной по этому поводу говорить, я всегда говорю, собрал вещи, блядь, иди. Я не буду в каких-то разборках участвовать. Мне это нахуй не надо. Просто если вы что-то делаете, поймите одно. Если вас рассекретят, вам пиздец. Если вы дорожите этими отношениями, ничего не надо делать. Ну, нельзя изменять человеку. А если вам похуй, то срите на голову, у тебя вам сказать, и получайте от этого удовольствие. Я считаю, что вы должны понимать, что если мужик изменил вам, вы с ним прощаетесь. Если не изменил, вы с ним не прощаетесь. Ну, я имею в виду, то есть, блядь, что я пизжу. Если вы, например, ковыряетесь в телефоне друг друга, вы рано или поздно какую-то хуйню найдёте. Во-первых, изначально, блядь, ведите так, что никто, ни один из супругов не должен ковыряться в вашем компьютере и телефоне. Это, блядь, как личные трусы, я не знаю. Для меня это личное. И у меня там, на самом деле, можно открыть телефон, я могу дать его любому человеку, почитать там, ничего там не написано, ну, такого, чтобы я боялась, что это обнародует. Но, в принципе, доебаться можно до всего чего угодно. Ну, потому что, ну, а что, блядь, за дела? Мы же, блядь, на допросе или что? Понимаете? А, во-первых, вот эти, как это можно лазить? Ты мне муж, блядь, или ты мне, блядь, не знаю, что дом за миллиарды подарил. Нехуй лазить. И вам, девки, нехуй лазить. Нервничать только лишний раз будете. Девочки, мальчики, изменой считается пися-писю, пися-писю, когда пися-вписю, сися-всисю, понимаете? Слушайте, ну, измена, измена. И, знаете, есть такие бабы, которые бы всем мужикам дали, но боятся, что их рассекретят. Это тоже, блядь, измена, можно считать. Если она думала, я с этим поебусь, я с этим поебусь, я с этим поебусь, которые хотят, выходят, ходят и вечно хотят других мужиков. Это тоже измена. Пися-пися, сися-всисю. У меня такой эфир. Вы чё, блядь, не идёте гулять? А ну-ка быстро письки намыли, набрили, блядь, ноги подмыли, пушап в сиськи положили и пошли гулять. Чё вы, блядь, дома сидите? Ладно-то я уже старая пожилая женщина мне дома пора это сделать. Вы знаете, я могу сказать, что я не буду много чего вам рассказывать. Если я вам чего-то не рассказываю, и, значит, этого не было. Просто я очень умная женщина, и я понимаю, что мы никому в этой жизни не принадлежим. Мне может быть предана и верна только моя собака. Не больше ничья. Именно моя собака, которую я выкормила, воспитала, ночи не спала, рыдала над ней. Она болеет, она вредная. Она грызёт меня, она мне сыт в постель. Я её люблю. Это и это животное меня любит. Она мне может принадлежать. Мужчина не может принадлежать. Вы должны понимать, что если вы будете жить как гости в этой жизни, мы всё равно здесь гости в этом мире. Мы не на всю жизнь здесь. Мы не будем жить миллионы лет именно на этой планете и с этим человеком. мы не принадлежим. Если вы будете цепляться, мы не принадлежим друг другу. Мы люди, которые строим отношения, которые пытаются создать семью, но участвуют в этом оба, а не поодиночке. Понимаете, о чём я говорю? Один строит отношения, другой, типа, блядь, ему всё подходит. И тут как бы говорится о том, что бояться, если кто-то уйдёт. Вы знаете, надо бояться, чтобы быть бедным. Надо бояться быть никчёмным. Надо бояться быть уродом. Надо бояться быть плохим человеком. Надо бояться быть... Но нельзя бояться, что когда-то закончатся отношения. Нельзя бояться, что там кто-то уйдёт из жизни, мы все не вечны. Не надо этого бояться. Ну, о чём вы говорите. Измен – это не те страхи. Страшно быть некрасивой. Страшно быть ненужной. Страшно быть... Ну, человеком, которого не любят, не уважают, который не делает ничего хорошего в жизни. Бесполезным человеком быть страшно. Понимаете? Быть страшно тем человеком, что ты прожил жизнь, блядь, и ты нихуя не сделал. Ни для себя, ни для других. И тут говорится, вот, типа, там, мужчина. Да никому ничего. По большому счёту, это наш выбор быть с этим или с тем мужчиной. Понимаете? Даже мужиков нету плохих. Есть люди, которые вот просто запретить ему вам изменять, но вы не можете, блядь, запретить. Знаете, есть другие, более страшные вещи. Вы знаете, страх порождает очень многие проблемы у людей. Страх – это самая большая опасность в нашей жизни. Запомните, страх нам не даёт жить, страх не даёт нам строить жизнь, страх нам вообще ничего не даёт. И чем больше у нас страха, тем больше мы страдаем в своей жизни. Я не говорю, что не надо бояться, как ебанутые, блядь, по чёрным трассам, блядь, на лыжах, сука, блядь. Снег не снег, мы на чёрных трассах, мы пройдём это. Нет. Мы не говорим за экстрим, за ебанутых людей, у которых чувства самосохранения вообще отсутствуют. Мы говорим за вообще лидерские позиции. Надо идти вперёд. Ошиблась, блядь, встала, отряхнулась, пошла, все посмеялись, похуй, надо идти вперёд. Ну, изменил мужик, но это же не говорится, что ты плоха. Это его выбор. Ты можешь, ну, понимаете, я сегодня смотрела фильм, блядь, на ресницах лежала, блядь, плакала, как тварь последняя. Там были такие, блядь, красивые слова, просто такие были красивые слова, что я же заплакала. когда он 7 лет любил бабу. Ну, просто я заплакала, потому что у меня в жизни такая любовь есть. И я прям заплакала, потому что там были такие душесчипающие вещи. Вы знаете, люди на 7 лет расставались, видели друг друга и любили. А сейчас это очень сильная подмена любви. Многие трахаются и говорят, я тебя люблю, я тебя люблю. На самом деле, это такое слово уже проститутка, которое я не очень-то люблю. Применять далее. На самом деле, любовью, глубоких глубины отношений нету, нет вообще ничего. И бояться в этих отношениях, бояться быть никчемным, никчемным в хуевых отношениях, это просто пиздец. Это то же самое, что ты, блядь, нихуя не выучил, тебя позвали в университете к доске, и ты пошел что-то рассказывать. Ну, хотя люди сейчас такие конченые, им даже это не стыдно, что они дебилы. Но не важно. Но никчемные отношения, вот это вот страшно. Страшно, блядь, жить с человеком, с которым нет уверенности, нет завтра, нет завтрашнего дня. Жить страшно, когда вас не любят, что вы живете, когда вас не любят в этих отношениях. Вот это вот, это пиздец, мне кажется. Вот это вот пиздец. А простить измену. Ну, понимаете, я допускаю всегда, что все может быть, но я не хочу об этом знать. Если мужчина делает так, что вы не знаете, это классно. Если он делает, что, показывает, что он это делает, этим гордится, что из меня, я и других, убегайте. Это вообще моральный урод. Во-первых, это нищие мужики, блядь, с маленькими писюнами. Просто, ну, как бы, бегите, блядь, вот бегите сразу. Так, пусики мои. Боже, вас столько много, блядь, и мне жалко аж выйти с эфира. ой, что там с Джонни? Что там про Джонни? Кстати, спамет о моей собачке, Джонни, у девочки. Кстати, сын моей маленькой Мирочки. Мои Мирочки, такие богатыри родились, вообще, блин, больше в два раза, чем она. Мира, что ты, блядь, творишь с Людой? Мира, блин, не пей мне ее. Сейчас пизды получишь. Мира? У меня собака. Что вы пишете? У меня прыщи, вы что не видите, что меня посыпало у меня прыщи. У меня вообще пиздец прыщи какие. в Одессу, в Одессу, не знаю, хочется бы приехать, очень хотелось бы приехать. Разденьте, идите нахуй, блядь. Вы меня еще не одели, чтобы раздеть, блядь. Так что, идите гуляйте. Ждем в Украине. Красотульки мои, если вам плохо, вам скучно, вам одиноко, блядь. Пошли, набрали всем подружкам, позвонили, узнали, где движухи, губы накрасили, голова не мытая, начесали, палачили и пошли. Нихуй дома сидеть. Кто одинок, нехуй, это грех сидеть дома. Не сидите и не грустите. Мира, я не дам ее обижать. Зачем ты ее грызешь? Мира! Ну, блядь. Блитка, маменька. А зачем ты ее грызешь, а? Мать грызет ребенка своего, Тебе не стыдно? Что ты за мать, Мира? Что ты за мать? Вот мой маленький айпад бегает. Я буду, блядь, самая вредная, блядь, собака, но люблю ее больше всего. На самом деле, блядь, она вышла уже как целый айпад. Про! Айпад про, блядь. Я говорю, сука, я бы трех собак вместо тебя купила, но я ее так люблю. На самом деле, я даже за миллион бы такую собаку не купила. Она вот, когда рядом со мной лежит, я знаю, что... Я прям чувствую, когда животное любит, прикиньте, вот, когда животное любит тебя, оно прям вот задыхается, оно вот прям лежит возле тебя, и оно бы тебя съело. А характер, там вообще пиздец. Не дай бог, что-то не так, там с тобой разговаривать. Я когда уезжаю куда-то, она три дня со мной может не разговаривать. Это вообще нормально, блядь? Что за пизда такая? Так, сейчас посмотрю, что вы мне написали. У меня просто телефон на зарядке, мне очень неудобно. Ой, привет из Чи... Новосибирска, привет Новосибирску, привет всем. Ой, блядь. Что делать? Пупсики мои. Пишите лучше под видео, под комментариями. Не вижу. Вот честно, блядь, слепая пиздая. Линзы не хочу одевать, потому что это как его... будут... Ну, не люблю, в общем-то, линзы. Не нравится мне в них ходить. И все, я вас целую. Если что, идите гуляйте. Завтра с вами в эфире встретимся. Люблю вас всех. Мои красотки.